ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый участник Вадим, который хочет добиться ее симпатии. Что ж, Оль, он и всегда богатый улов. Правда, сам Вадим уже успел нас разочаровать. Похоже, он слишком нерешительный. А ведь мы, девчонки, больше всего ценим в мужчинах смелость. Будем надеяться, что сегодня Вадим проявит свои лучшие качества. Сегодня 978-й день нашей телестройки. Вчера Руслан Проскуров навещал в больнице свою бывшую девушку Викторию. Но вместо того, чтобы поддержать и утешить Тори, он устроил ей очередной скандал и вернулся в городок, где нашел себе сразу два новых увлечения. Руслан продолжает ухаживать за Натальей и почти каждый день дарит ей розы, несмотря на то, что эта девушка уже находится в паре с Антоном Бородиным. Кроме того, он флиртует с Викторией и Боней. Однако боится, что Вика только играет с ним. Он может испортить отношения со Степой, а Вика в итоге откажет ему. Новый участник Влад приехал к Алене Водонаевой. Но Виктория Боня попыталась переключить его внимание на себя, из-за чего между ней и Аленой произошла ссора. Алена пошла на конфликт скорее не из-за того, что ей понравился новый парень, а только из-за давнего соперничества с Викой Боней. Все делать-то вообще собираешься. У нас тут как-никак строят отношения. Не знаю, Аленка сейчас, я думаю, что... Хоть и говорит, что она там ни с кем строить отношения не собирается, но я думаю, что Маюша у нее еще есть. И в Воронеж, я думаю, она уезжать не собирается. Кто? Май, Май. Аленка будет мозги тебе вот так тебя водить за нос, если ты будешь ей внимание уделять. Если я буду ей внимание уделять, я ей не буду внимание уделять. Это вот что вот такое? Ботинки вот это под кроватью. Вот эти вот ботинки вонючие стоят. Я вчера запнулась, пришла сюда. Лежит, ноги в проходе торчат. Он проснулся, я ему по-человечески сказала, заправь кровать, а то очень аккуратно это все выглядит. Ноль реакции, Ален. Сидит ему и Наташка сказала. Я утром ему сказала. Я говорю, слушай, я говорю, это вообще не дело. Это вокзал, мы убирали, собирались. Он поставил меня вот здесь, загородил нафиг мою тумбочку, да? Я говорю, слушай, убери, пожалуйста. И сама перетащила, никак не среагировала. Сказал же я ему. И вот это вот нормально, он вот так послушал и пошел. И сидит там сейчас. А вообще так нравится кто-то еще? Что? Вообще нравится, есть девчонка кто-то здесь? Ну, Бонька хорошая. И одинокая. Не знаю. Ну, как бы знаешь, одинокая. Где она? Я ее вчера не видел. Ну, она там в нарды играла, ты просто пропустил тот момент. Да, не когда она в нарды играла, я ее еще видел. Потом вообще куда-то делась. Да не, она классная. Знаешь, я бы сам подумал, что может ей какой-нибудь сюрпризик сделать и вообще за ней приударить немножко. Потому что девчонка достойная вообще. Просто хороша. Как сказал Остап Бендер, нежна и удивительна. Вы, Зоя, нежна и удивительна. Девочки, ну что за мужик? Вообще какой-то кошмар. Вообще, девчонки, нафига мы его оставили? Мы его не оставляли. Оставили его мальчики. Вот и пусть забирают в свою комнату. Я очень, мне очень это не нравится. Лучше бы Степка здесь жил. Да хоть кто вообще бы тут? Кто? Мы товарищи наших пожил. Только не вот мне это. Я ужасно зла. Мне очень это не нравится. Очень. Да я не тянет никому. Может, не пообщался еще. Наверное. Нет. Понятно, что взаимное должно быть такое притяжение. Просто так я сам не могу. Она ходит, да, там, кто угодно, грубо говоря, там, ковыряется, там, в чем-то там, в холодильнике, там, я не знаю, там, там, стоит, там, курит, на улицу, смотрит, там, куда-то или там с кем-то вообще трындит. Я же не знаю. Ну, зажравшиеся здесь, внимание, дамы, здесь же звезды. Такого, как за периметром не будет. Знаешь, когда ты идешь, и девчонки, ах, какой Вадим красивый, ах, какой мальчик прошел. Аполлон, Аполлон. Тут, сами, знаешь, о себе самомнение настолько раздута, тем более у девчонок. А если они здесь еще и старенькие, если они здесь по два, по два с половиной года, то знаешь, как давит на тебя внимание окружающих, автографы, сцена. Они же ездят на гастроли, они же звезды, в принципе. Такая губа массивная, нижняя, я только заметил. Ах, это шмат, я губы дадула. Шмат. Губище, загубенит губище свои. Губище, только везунов давать. Это губище такая. Припиток, знаешь, эти жирафы, они головой дерутся. Они губами. Любаш, ты возьми такую фишку, тебе кто-нибудь будет что-нибудь там доказывать. А ты подходишь, такой бурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурур. По носу, ты. Представляешь, минута, минута, и чел стоит здесь в своих слеглях. С обшарпанным носом. Да, губы, да, обшарпанные на носу, конечно. Вот иногда у вас нет грани шуток, вы не понимаете, где деликатно, а где неделикатно. Не знаю, что, даже я в примере не могу ничего привести. Это очень-очень неделикатно, это реально очень. Я с тобой согласен, Любаш. Если бы ты был согласен, ты бы так не делал, Рыжий. Нет, ну ты пойми, что... Ну что я должна понимать, что я должна сидеть и... Ой, как мне смешно! Все это делается ради шутки. Да нет, ну шутка, понимаешь, значит, есть грань деликатности, понимаешь? Одна шутка, как бы, это смешно, а когда это 10 раз делается, то это как бы уже тупо. Ну мы, по губы-то, только один раз сейчас делаем. Ты знаешь чего, Рыжий, меня вот это реально начинает очень сильно бесить и вымораживать. Не надо так заводиться-то, что это такое-то? Хеллоу, 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 хеллоу... Чёрное, да? Да, точно. Знаете, как я люблю? Просто кипятком залить, кокетик, помогать, пикнуть его, и всё. Сила, кироколка. Вот, точно. Кипяток? Ну что, думаешь, что в этой шуточке шучешь ты? Ещё раз вы... Вот ещё раз, ты будешь так делать, и я тебя буду бить постоянно. Я... Ну, сего любимого. Что? Ты. Я буду намерен прекратить с вами какие-либо действия. Напугал. Я, я снова выреклась. Я буду вести себя так, как ведёшь себя ты, понятно? Я... Так надо с вами разговаривать, я сейчас так со мной разговаривать не надо. Я буду тебя бить по тому, какому я хочу. Мне нечего... На чай подпишите. Хорошо. Ты чё ж... Хорошо. Поставить цель Бонни, ну, хотя цель это, в принципе, и есть в голове, да, то надо очень внимательно. Боня хитрющая. Немаленький мальчик, наверное, видишь, что Рассел положил в глаз? Так он давно положил. А, да ну это заметил. А я как думаешь, у них вообще-то возможно, невозможно, что-то получится, не получится? Это надо у Рассела и у Бонни спрашивать, а не у меня. Бросай этого клоуна. Давай страстнее там всё, любовь, там юг, Молдова. Делаем мы сегодня следующую работу, специальную для Солнца, для Димы, для Ромы и Оли. Так как они переехали в старый дом, мы будем наводить в нём порядок. Сегодня мы начнём с того, что будем мыть окна. Но сразу предупреждаю, вот Солнце до того момента, как я объявляла работу, сказала мне вот так вот, чтоб никто не трогал мои окна. Вот, в общем, вот эти окна не трогаем, иначе, боюсь, сплошенно всё закончится. Вот. Там тряпочки есть, курилки, моём окна. Можно ещё подмести в нашей комнате. Подмести в нашей комнате. Но это мы на следующей стройке будем делать. Какие у тебя, скажи просто, какие планы здесь на проекте в будущем? Будешь ли ты с кем-то отношения выделил? Я знаю, что есть девочка, которую ты выделил. Я всё надеюсь, что, я тебе скажу, выделил, выделил. Смотри, есть две девочки, которые мне реально нравятся. И Боня. А. Но что касается мозгов, Боня и Наталья, это вообще разные люди. Ну и там, извините, возрастная категория тоже. И 18, там 10 лет разница. Вот. С Натальей всё общаюсь, и всё смотрю на их отношения, наблюдаю с Антоном. Я уверен, что они разойдутся. А вот с Боней, да, вот я уверен, что тебя Боня больше привлекает. Более привлекает, но ты кажется, что это, может, она рангом, ну, там, ну, чтобы с ней совместно как-то там жить, быть в паре, мне кажется, ты этого боишься? Я не, 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 не парюсь вообще. Да ты не боишься, что можешь не потянуть там? Не, 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 не парюсь этого. Я просто знаю, что Боня хитрая, Боня... То есть, если ты себе поставишь цель Боня, да, вот если ты, ну, для себя определи, что Наташа тебе не нужна, и вот Боня, и ты уверен, что она с тобой будет. Смотри, если поставить цель Боня, ну, хотя цель это, в принципе, и есть в голове, да, то надо очень внимательно. Боня хитрющая. Она не скажет, да, там, знаешь... Ты готов, зная, что она хитрая и может тебя использовать? А меня это даже возбуждает, что не возбуждает, а притягивает то, что она не использует, а то, что она не скажет, да, сразу. Это мужчина все время притягивает. Боня надо очень внимательно, потому что там и Май пытался... Ну, понятно. Там, сам понимаешь, и... На твой взгляд, сколько по времени займет вот это ваши игры такие? Я не думал о времени, Мэн, но я нацелен на нее. И я знаю, что я в ее вкусе тоже, и она в моем вкусе. Рассел, ну, я вот знаю, что знаешь, что... Мы открыто общаемся, но надо с ней... Поаккуратнее, да? Аккуратнее. Как дела? Хорошо. Хорошо? Да. А не там, а в их деле. Осталось только мы, мы растерзали ей, е-е-е-е-е-е. Парочка простых и молодых. Я знаю, ребята. Сейчас машины испарятся. Патя! Утекай. Патя, не надо меня. Патя, не надо меня. симулянты симулянты инвалиды идите сюда раз а что значит от этих ежедневно даренные розы розы наташа вчера их не дарил а вчера единственный день был когда-то не дарил я вот три дня подряд розочки давал я не то чтобы ухаживал я внимание уделял и я вот на днях спрашиваю наташку я же наезжал все потихоньку слову-слову говорю наталья бросает его клоуна страстнее там все любовь там юг молдова все она говорит и она мне такую вещь сказала что меня очень задело а что ты мне даже замен еще у подруга я ходящая энергетика вселенная ты мне будешь базаре такие вещи нет не надо мне такого цирка сука иди тусись ладно время покажешь посмотрим выбралась лысый чувак заколебали а боня заигрывает она и что-то тоже девочки я хочу вас спросить все не надо я хочу вас спросить так как я занята переездом и многого не вижу я хочу спросить вас как вам новый мальчик не как у нас попшикайте у нас есть кокос и есть и не кокос я вчера проголосовала против него очень такая пикантная ситуация да прекрасно помнишь на лобном месте что с таким боем можно сказать ты вырвал победу да но будучи оставшись здесь на проекте и сделали ты после вчерашнего такого сложного выбора для себя какой-то вывод и какие у тебя намерения вообще прибытия здесь просто я на самом-то деле понял что может быть естественно в этом если какая-то моя вина что может быть я не был достаточно интересен этому человеку если думаешь буквально за первый момент можно быть настолько интересным но можно было по крайней мере проявить как-то более в нем то и больше внимания по крайней мере как минимум можно было бы проголосовать за если если человек хоть как-то конечно хотя в принципе как бы ну на тот момент в процессе голосования этот голос бы сыграл бы достаточно важную роль но как бы было продемонстрировано полное безразличие то что там у ребята вы вялые туда-сюда но ты сам принципе помнишь вот я просто на самом деле пересмотрел свое отношение к некоторым людям здесь кто-то меня на самом деле приятно на пример да выдели веселее на то кто принципе мне на самом-то деле становится интересен человек девушка ольга ольга мозг девушка сама по себе она достаточно яркая приятная вот и может быть я бы как бы с ней бы как минимум какие-то бы дружеские отношения для начала бы заимел он просто стесняется он еще не адаптировался вот его надо время он боится выглядеть смешным а это очень дурацкая черта а сколько вы лет вообще он уже обвесник я же сказал он не в один день а да господи ты бы лучше так не говорил а то ты себя позоришь нет ты не понимаешь он просто еще переживание еще не прошли но не свежие во мне знаешь как как рано которая не затянулась еще она такая она так наш вопрос времени правильно да ну и вообще как ты не хочу никаких отношений вообще никакой нет для себя доходишь прямо сейчас я хочу чтобы рано затянулось нужно время действительно чтобы все это улегло мне очень интересно вот либо очень много тебе времени уделяет она помогает тебе как там можно конечно помогает я безумно и благодарен она ухаживает за мной она мне делает поесть чай все все делает но мы не будем с ней строить отношения маловероятно что у нас получится не найдешь где потеряешь давайте присядем я значит хочу выслушать все можно уединиться куда-нибудь вот туда в значит в колуары можно зайти вот туда дальше намедли в упочивальню правильно вот не тут динамик подсказывается микрофон я не знаю ты не маленький мальчик наверно видишь что рассел положил в глаз так он давно положил а давно это заметил и как ты к этому относишься нормально как только боня пришла он заметил я нормально отношусь ко всему ну как раз у тебя никаких вопросов никаких вопросов то матросов нет вопросов и как думаешь у них вообще-то возможно невозможно что-то получится не получится понятия не имею это надо у рассела и у бони спрашивать они у меня почему я должен отвечать за других людей мне просто интересно твое мнение без разницы мое мнение что я не лезть в чужой монастырь я согласен и уж разве последние мифы и не мифы с аленой ты будешь строить отношения или не будешь нет задумался это не однозначно или все-таки где-то там не буду не будешь ко мне я жду на проект новую очень сильную женщину которая еще раз повторяю при случае может поставить на место как алену как боню так и собчак вот так вот такая мне нужно да очаровательная и ты думаешь обояденная сильная очень ты думаешь придет такая я уверен такие есть она должна быть лучшей она приехать и должна заявить и себе и сказать я здесь главное я ее поддержу я ее поддержу просто я поддержу это все хавася кто куда может еще как еще как поддержу ребята ну что я заметила на стройке что вы прямо во время стройки стали ругаться вообще ну это не исключено мы постоянно ругаться стали на что случилось зачастую как говорится ну и видать у дианочки прекрасное настроение и думаю что только в настроении ему бы и не поругаться с этим рыжим ты думаешь только насти потому что он постоянно хамит уже это хамство уже просто переходит все хамлю любля любя ну каким образом он хамит что он делает сегодня замечательно подождите пойдем говорит курить морозота насти это нормально такие слова зачем так говоришь это вот это во первых я не так сказал товарищ диана послушайте меня внимательно я сказал не соблаговолите ли вы покурить со мной не ври не ври не ври что не ври он заходит пойдем курить морозота нас но это вот это вот это у меня должно быть хорошее настроение после этого или чё ну диана вообще время вместе проводите или нет ну естественно проводим так почему диана говорит нет ты говоришь да сколько времени вы вместе проводите чем вы занимаетесь и что у вас отношениях происходит у нас полное значит взаимопонимание значит множество комплиментов вот это говоришь убери свои копыта научу тебя подметать готовить все научу мама мама ты видишь что я делаю я подметаю нет порадуется поймам ты когда подметаешь не подметай вот так как ты ходишь вот так вот так что-то крутится возьми нормально с одного угла и подметать что подметать не умеешь давай 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 и так вперед раз 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 вперед 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 парняша нас да то внимание которым он мне уделяет это вообще это я только слышу всякую да мне потому что приятнее время почему она мне что-нибудь там скажет там иди мне сделаю там чаю иди сегодня с утра иди чаю мне сделал она просто просит заботы что было можно сказать артурчик не соблаговолеть или вы сделать мне чаю я сейчас веду себя так как ведет он по отношению ко мне и тебе это не нравится он хочет чтобы я его понимала он хочет чтобы ему было комфортно чтобы у него все было замечательно он этого хочет он не хочет чтобы мне также было комфортно вот и все ты не можешь смотри совместить приятное с полезным ты любишь заниматься творчеством почему ты не хочешь с тем же самым максима максим ты и диана вместе что-нибудь придумать вместе проводить время но извините госпожа анастасия у нас творческий дуэт они true квартет или как вон труэт трио в трое месяц заниматься чтобы я стирала носки чтобы я убиралась домик а ты же женщина ты должна стирать носки должна стирать пусть она будет заниматься уборка всем остальным но помимо всего прочего она хочет разделить с тобой твои интересы она хочет постоянно проводить время с тобой она тоже готова заниматься творчеством возьми ее с собой я не могу все время проводить с ней они все время ну хотя бы хотя бы немного чтобы она не все время лазила с вами по крышам там все остальное дело что мы делаем с того госпожа анастасия что я во первых лев я привык быть всегда в центре внимания и я постоянно должен не надо прикрываться постоянно это у кого-то что-то спрашивать не потому что интересно если моя сущность такая человеческая что с ней сделаю такая сущность мне кажется что если ты постоянно будешь в центре внимания то ты потеряешь главного человека ради которого ты должен быть в центре внимания то она в конце до концов вообще тогда перестанет домой приходит переедет в этот дом тогда и все и любовь какой цирк здесь происходит не знаю бородина это очень люблю как друга знаешь я не принимает не принимаешь бородина возьми ты хотя бы да и на самом деле примите ну пожалуйста а почему ты не принимаешь цветы я тебе ничего не говорю пожалуйста если тебе нравится там проводить время если тебе приятно если тебе комфортно с этими людьми ради бога я тебе не ограничиваю ни в чем делай все что ты хочешь я значит в свою очередь делаю то что я хочу но мы должны как-то сплощать сторону ну хорошо по поводу слов я у тебя прошу прощения а что я действительно вот почему у меня не возникает мысль сказать тебе маразота почему у меня не возникает такой мысли диана давайте мы сейчас успокоимся что успокоиться то и так позитивно поговорим пообщаемся нет я что я должен если ты мне сказал пожарь мне пожалуйста картошки я должен все бросить и лететь тебе жарить картошку забить вообще на шоу забить на проект и идти тебе картошку жарить я говорю ты добиваешься такого же отношения что я буду так же на тебя забивать да ты хорошо ты не забьешь на шоу ты на меня забиваешь да я на тебя не забиваю а как ты сейчас сам говоришь что я должен на все забить и побежать и жарить картошку нет не надо забей на меня а что ли у меня есть какие то дела помимо того что у тебя вот тебе картошку жарить целыми днями я тебе еще раз объясняю значит а ты принес один день кофе в постели все пить а вот сегодня как это звучало как сделай рыжий мне чая чё ты врешь я ушел отсюда как штаны навалил я иду и думаю ни хрена себе с утречка я пошел не надо врать чай делать а чё ты как сказала никак я говорю о том что мне не хватает твоего общения сделать так чтобы я не завидовала что ты угу все тебя видят кроме меня я тебе еще раз говорю потому что мне приятнее находиться с Максимом и с другими ребятами ты сейчас вот понимаешь что ты говоришь вообще да абсолютно понимаю тебе приятнее находиться с другими приятнее хорошо зачем мы тогда живем вместе если тебе приятнее находиться с другими если я тебе неприятно и я тебя напрягаю потому что я хочу наконец таки увидеть когда вот настанет просто почувствовать когда настанет вот этот момент когда мне будет приятно понимаешь тебя видеть постоянно на доме 2 мы не только учимся любить но приобретаем много полезных навыков и сегодня впервые секунду секунду Рустам впервые за 30 лет своей жизни подметал сегодня и чуть-чуть картошку подавши впервые жизни ура 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 короче Рустам меняется на глазах какой молодец Артур и Макс у вас какая-то заготовочка наверняка как обычно ну что вы съедите там молодые люди порадуйте нас сегодня практически экспромтом у нас родилась сценка связанная с приходом увлекательного интереснейшего молодого человека под именем Вадим и так с приходом Вадима дом заметно оживился заметно оживились ребята заметно оживились девчонки но оживился не только дом оживились газеты все начали звонить узнавать как он здесь живет и мы вам только что и сейчас разыграем сценку на тему интервью Вадима столько много слов так мало действий с журналистом здравствуйте Вадим извините мы вас сейчас не отвлекаем чем вы занимаетесь я сейчас на кухне Вадим ну а как же вы собираетесь выделяться среди других участников я большой особенно сиськи Вадим такой вопрос с кем же из участников наладился контакт с Путаповичем он тоже большой простите а кто это такой вот такой с большой головой вот с такими большими губами в красной шапке а так это судя по всему Рустам а он кстати тоже пытается наладить со мной контакт а Вадим такой вопрос до нас дошла информация что вас почему то одного заселили в женскую спальню потому что у меня большие сиськи а Вадим ну а что же вам больше всего нравится на проекте ну здесь во первых много хавки и это поспать можно так по челу спасибо Вадим мы желаем вам крепкого сна и отличного аппетита спасибо а 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 и а од и Мне уже удалось, так сказать, пообщаться, перекинуться парой слов. На самом деле, приятельский интерес у меня возник к девушке, сидящей слева от меня, вот к Ольге. Ну, наконец-то! Неужели? А что значит приятельский интерес? Потому что, на самом деле, то общение, то, что происходило, очень короткое. Это было исключительно приятельское общение, то есть буквально там перекидывались несколькими фразами, то есть там интересовались о каких-то там, может быть, жизненных таких вот вещах. Но она тебе нравится как женщина? Или просто как приятельница? На что-то больше ты готов с ней продолжать? Девушка, которая мне не нравится как женщина, как девушка, я бы даже, в принципе, может быть, и не стал бы общаться даже на какие-то там отвлеченные. А ты будешь какие-то предпринимать шаги для того, чтобы из чего-то приятельского переросло что-то любовное? Время покажет. Для начала мы должны хотя бы просто по-дружески пообщаться и понять, интересно ли мы друг другу хотя бы как люди. Мне этот человек симпатичен, и я намерена дальше с ним продолжать общаться. Но это неизвестно, к чему приведет. Чем это закончится, известно. Ладно. У них еще все понятно, там любовь, не любовь, там общение, не общение. Вот рядом сидит Диана, сидит Артур, который, в принципе, уже вовсю строит свою любовь, живут в вип-домике, и все, и почему-то они ругаются. Ребята, скажите, пожалуйста, после тет-а-тета, после того, как у нас тет-а-тет с вами был, вы в домике поговорили, вы к чему-нибудь пришли? Да. К чему? Ну, мы пришли к тому, что Диана сказала, что будет забивать теперь еще на меня. Так же, как и я на нее. В смысле, так же, как и ты на нее? Это решит все ваши проблемы, я так понимаю, да? То есть мы пришли к полной идиллии. Забивать друг на друга. Ты же понимаешь, что если так будет дальше продолжаться, если ты на нее будешь забивать, она будет на тебя забивать, то это ни к чему хорошему не приведет. Я абсолютно согласен с тобой. И как мы собираемся с этим бороться? И собираемся ли вообще? Я думаю, что все будет нормально. Все это милые бронятся, только тешатся. Просто сейчас идет притирка, понимаете, сейчас идет период адаптации. Человек привыкает к человеку, и он проходит сквозь сопли, сквозь слезы. Вот именно это и называется. Что тебе... Что... Вот смотрите. Для того, чтобы решить проблему, надо высказать свои претензии друг к другу. Тебя что-то сейчас не устраивает в Диане? Что тебе не нравится? Абсолютно устраивает. Диана отлично. У меня все устраивает. Ну, если серьезно. Серьезно. Ну, если бы все устраивало, вы бы сидели сейчас, обнимались, целовались. Поцелуемся же, Диана! Мне кажется, мужчина справа хотел что-то сказать. Три. Да. Смотрю вот на эту красоту. На кого именно? На которой здесь, как главный. Солнце тоже красивое. Смотрите, как она сидит. Тузги. Ой, очередной цветочек. Я предлагаю ей отношения. Страстные, любовь. Какой-то цирк здесь происходит. Не знаю, Бородин, я тебя очень люблю как друга. Знаешь... Я не принимаю цветы. Не принимаешь? Бородин, возьми ты хотя бы. Подари на специально. Прими, ну пожалуйста. Натуся, а почему ты не принимаешь цветы? Наташа. Потому что я уже очень определена в выборе мужчины и зачем. А ты не хочешь, чтобы другие мужчины обращали на тебя внимание? Ты хочешь, чтобы один Антон смотрел и говорил цветы? Нет. Нет, Наташа... И вот так вот. В принципе, можно понять тоже. Наташа женщина, которая неприятно принимает цветы. Нет, Наташа не хочет делать неприятное молодому человеку, который сидит рядом с ней. Которому симпатия у нее. Ну, это ее выбор, понимаешь? Да ее выбор. А я не крикую, я ей дарю цветы, потому что у меня симпатии к ней. Русланчик постоянно дарит цветы, Натусе. Ты хоть раз подарил ей цветы? Они в цветах дело. Если даришь... Ну, понятно, но... Я понимаю, что это такие мелочи, очень приятно. Да, Настя, я прекрасно понимаю, но... Я много делаю ей... Приятно, приятно было бы. Просто, если вот просто ответить на вопрос, приятно, да, приятно. Натали, прими этот цветок только потому, что ты красивая, и все. Я от тебя ничего не требую. Наташа, будь. Как хочешь. Мне кажется, Наташа очень правильно поступает, как женщина. А в чем проблема, когда мужчины делают комплименты? Да, это не... Ты не понимаешь, что мне может делать. Я хочу делать приятно не тебе принимать эти цветы. А я хочу делать ему приятно, чтобы он понимал... Да не приятно ему, он же сказал, приятно. С ее стороны правильно. Ну, в принципе, если бы... А с его стороны неправильно. Потому что он вместо того, уже несколько раз раз дарит цветы, вместо того, чтобы сидеть вот так вот в очках бы, и вот говорить, ну да, мне было бы неприятно, лучше бы заказал вот такой букетящий роз, и как осыпал ее цветами. Так, ребята, у нас приятно... Та-да-да-да! Встречаем! Виктория Боня! Боня! Бонитас! Я здесь... Человек-ревизор! Человек-снегурка-ревизор! Ребят, я, конечно, знаете, вот... Нехорошее это дело подслушивать, подглядывать. Ну, я... Признаюсь честно, я подслушивала там, как Наталья не принимала розы от Руслана. Я думала, ты нам что-то... Да! Я скажу вам, подождите. Просто скажу, что Руслан, я думала, ты больше не будешь дарить Наташу розы? Какой странный поворот. Только Боня за ворот, а ты даришь цветы. У нас что, какие-то отношения? Ладно, мы дружим. Я просто его подстегнусь, потому что он говорит, я ей больше цветы говорить не буду. Ну... Ничего личного. Я не могу. А я говорю, ну как не будет? Он же не знает, что ты приедешь сегодня, понимаешь? Какие дела? Я тебе о чём уговорю? Я смотрю, роза лежит. Ну ладно, не в этом дело. Ребят, я приехала сообщить о том, что устала я немножко от всех перипетий, от всех переживаний, которые проходят вот в последнее время. И решила я, ребят, поехать отдохнуть, позагорать. Назаровские эмираты! Деловая колбаса! Я буду загорать на фляжах! Это посмотри на кислые лица, ребят! Как я и договаривалась тогда. Где мой мальчик? Ой, ну я думаю, что на этой... То есть, подождите, мы понимаем, что вы окончательно выезжаете из старого. Да, выезжаем из старого дома. То есть, вакантное место? Окончательно прям, точно. Кстати, ребят, заселяйтесь пока. Мы уже обустроились. Ну, время покажет, конечно. Ну что, я думаю, на этой оптимистичной ноте, после того, как Боня сказала, что она уезжает в эмираты, я думаю, сразу заканчиваешь. Давай, Семик, ты говори, я не умею говорить. Ну, последняя фраза какая-то там должна быть. Сразу после рекламы. На тенте. Ну, а мы с вами увидимся сразу после рекламы. На тенте? На тенте. Боня, за за счет твоего Антона отобьет. Давай поспорим с тобой. Почему не спор, не спор, что не отобьет? Степа любит тебя, дорогая моя. Все-таки вы солдаты, друг для друга. Спасибо. Соскучилась, нет, хоть? Ну, я на кухне сейчас стояла, хотела тебя обнять. Просто обнять. Вот, Людка, ты вот, мы с тобой все время и говорим, вот о жизни, вот, развитый человек. Да. Вот я считаю нормальное, когда я встречаюсь и другие... Наташа, это приятно. Не, ну, Наташа, не в коем случае хочу... Я вот обещаю, никаких цветов не будет. Если тебя это кумарит... Ты тоже молодец, как бы, да, но... Пусть тебя, да, другие люди тогда. Я понимаю, что это не от тебя зависит, но ты сделала. Для меня это оскорбление, когда женщина берет от меня цветы. Я больше ее не прошу, Боже. Я тебе еще раз говорю, Наташа, не женщина, она девочка еще. Ну, правда, что они уставят. И да, все очень довольны. Все знакомые, родственники. Просто счастливы, что наконец-то... Освободились они друг от друга. Это изначально было ясно. Мне нужно было им быть мисс. Ну, полюбила, полюбила она. Она-то очень сильно же любила. Ну, значит, она любит. Надо еще было меня любить. Ну, да. Для Русланы и Виктории им лучше друг друга не замечать. Вот, я даже так считаю. Больше... Ну, когда со Степкой расстались, так же не делали. Мы вообще не общались. Да не надо вообще никакого общения. Ну, расстались, не получились. И надо разойтись достойно. Разошлась достойно, разошлась. Красивая. Я... А вы видели, да? В конце. Я горжусь с тобой, как всегда. Ну, я просто... Руслана... Мне даже... Ну, разочарована. Обидно за Руслана, что вот мужчина так себя повел. А есть ли я сейчас с кем-то будет отношение с тобой? Ну, это дело Виктории. Что на... Мне все равно равнодушно. Пусть... Я сейчас отдохну от отношений. А хотите, что... Главное, чтобы Виктория не реагировала. Мама хочет, чтобы я реагиатировалась и наконец-то нашла там человека, который ко мне нужен. А если мужчина и говорит тебе, что хочет тебя, вообще не надо грузиться, Боже. Хочет и хочет. Это и мои проблемы, а не твои. Зачем это говорить? Когда это и так можно увидеть? Кто-то говорит, кто-то не говорит. Какие проблемы? Почему люди вот, да, приходят там в ресторан, ты поворачиваешь так голову, за седним столом сидит девушка. И ты хоп, ее хочешь. Что, встать надо подойти и сказать, я тебя хочу? Нет. Я смотрю ей в глаза, она встает, уходит, типа, в туалет. И иду за ней, признаю, что она хочет, чтобы я пришел за ней. Ну, здесь ты мне на лобном это говоришь, что я тебя хочу. Так я правду говорю? Так, блин, ну, что ты, я прям не могу. Ответь мне на вопрос конкретно, правда, неправда, ты мне проанализировать не можешь? Я просто хочу, я просто говорю, я хочу с тобой разговаривать. Ну, объясни ты мне, ты просто не можешь объяснить, поэтому ты не хочешь разговаривать. Знаешь, в чем, у меня есть ошибка, знаешь, в чем моя ошибка? Что я говорю это 18-летнему ребенку. Потому что ты не можешь мне сейчас ответить. Почему ты не хочешь? Мне не интересно с тобой разговаривать. Все тебе было интересно, а теперь тебе не интересно. Мне было интересно просто целовать твое тело. Я тебе говорю тысячу раз. Что ты хочешь? Ты думаешь, мне это надо? Я понял, что не надо. Все, до свидания, какие проблемы. Так, с меня не переживай, у меня просто гормональный сбой. И у меня все нормально, ничего страшного. Да, у меня тоже. Да, у меня тоже. Да, у меня тоже. Будьте умничками. Моя лучшая подруга. Да. Будьте умничками. Хорошо, пойдем. Не давайте себя обижать и оскорблять. Не будем. Что? А что ж ты мне шептал-то на уши, блин? То, что ты не только красивая, ты умненькая. Ты понял, вчера ты это все наоборот показал. Когда спросил у меня, а что ты мне дашь взамен? Ты рыбы? Ты, я видел, как Боня тебе про мужуков рассказывала, какие у тебя улыбки были, как тебе сверкали глаза. Что ты мне хочешь сказать еще? Слушай, мы ржали, мы прикалывались. Я, мои ржачки. Вот ты странный, блин. Когда она сказала ей, что не надо этого делать, потому что знала, что Боня за два счета твоего Антона отобьет, нечего делать. Давай поспорим с тобой больше, что не отобьет. А мне эти языки, ты знаешь. Я маме даже в пиво. Да? Любит. Посмотрим, как твоя любовь не пройдет. Что же мне делать-то? Ну, ничего не делать. Или все? Ну, понятно. Рви, ничего рви. От смысла рви. А, ну да, смысл есть. Дом. Нам нужен дом? Конечно. Дурак. На секундочку забыл, извини. Дурак. Нам же нужно где-то будет поселиться. Ну да. И будем жить поживать. Детей наживать. Кучки. У вас дети получатся губастые какие-то. Представляешь? Да. С ума можно. И зеленые глаза. Представляешь, какие дети будут вообще. Степа любит тебя, дорогая моя. Нет, он любит тебя до сих пор. Тори. Виктория. Да, дорогая. Но он немножечко это в себе скрывает. Потому что сейчас у него как бы другие проблемы. Боди, расставания. Ну, переживает сейчас пока. Что, какие планы-то? Что, планируешь делать? Отдыхать хочу. Поехать отдохнуть. Ну-ка, тут понятно. Вообще, планов нет. Соскучилась, нет хоть? Вы чего спрашиваешь? Ну, просто спрашиваю. Я старалась об этом не думать. Ну, я на кухне сейчас стояла, хотел тебя обнять. Просто обнять тебя. Надеюсь, по возвращению с отдыха Буни не будет кусать себе локти, если Степа найдет себе новую любовь. Ну, а мы с вами увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. ТНТ. ПОстрой. 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 Продолжение следует...